Здесь не равнина, здесь климат иной. На высоте и ветер сильнее, и мороз крепче, рассказывают коммунальщики. Чтобы друг оказался вдруг рядом и пришел на помощь, работают в связке. По скатной кровли передвигаются медленно и осторожно. У всех закреплена страховка. Без нее подниматься на высоту не рискуют. Ну вот мы одеваем монтажные пояса, подвязываемся веревками, стараемся как-то это аккуратнее сделать, потому что первый, кто лезет, он как-то это самое, он без страховки же. Вот и страхуемся, не застараемся. Люди вот внизу стоят у нас, чтобы на голову никому ничего не упало. Убирать снег и налить с крыш для рабочих – пол-дела. Важно еще и самому не получить травму на производстве. Этой зимой в областной столице произошло несколько несчастных случаев, когда из-за несоблюдения техники безопасности люди во время работы срывались с крыш. С 6 мая требования к работникам, которые трудятся на крышах домов, ужесточатся. Все лица, которые будут работать на высоте, осуществляют, они вновь обучение должны пройти, полностью вновь. Дальше организации должны пересмотреть свои нормативные акты в связи с введением в новое действие. Соответственно, все, кто отвечает за надзор, за выполнение работы на высоте, тоже должны пройти обучение. Для тех, кто вовремя обучение не пройдет, предусмотрены штрафы. Если организация допустит к работам на высоте необученного человека, придется заплатить порядка 100 тысяч рублей за каждого неподготовленного сотрудника. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.